Ученые и братья говорят, что касается вот этого места в аяте и то, что дальше, то это касается любых вопросов взаимоотношений, и не только мужа и жены. То есть вот это правило, ас-суль-гу-ха-ир, мирный договор, примирение, прийти к одному мирному какому-то решению, это лучше всего, это общее шариатское правило, которое работает во всех вопросах религии, во всех вопросах межчеловеческих отношений. Так, в этих братьях эти слова, как мы сказали, являются великим правилом, в нем опровержение тем людям, которые думают, говорит шейх Мухаммад ибн Салих, что если они отказались от чего-то из своих прав, то он этим самым унизил себя или ущемил свои права и думает, что исход не будет похвальным. Нет, будет похвальным. Однако тот, в чьих руках власть над небесами и земля, сказал, то есть тот, в чьих руках власть над небесами и земля, сказал, а суль-гухайр мирное решение примирения лучше. Мирное решение примирения лучше. Даже если это мирное решение примирения с кем? С мушриком. Довод какой? Пророк Салава Афсалям. Разве не сделал суль примирения с многобожниками, курайшитами? И на каких условиях? На условиях, которые внешне казались против мусульман? Омар Адаллах, как возмущался, тот, кто сиро изучил. Разве мы на истине? Разве они не на зле? А почему мы должны унижаться в нашей религии? Потому что Пророк Салава Афсалям договорился с многобожниками, что если какой-то мусульманин примет ислам и сделает хиджру из мекки медина, что он его вернет. Если какой-то мусульманин захочет отказаться от ислама и вернется в мекку, что он его не вернет. Что 10 лет не будет войны и так далее, и тому подобное. Все условия. Разве хайра не было? Потому что Аллах сказал, «Васульху хайр». «Васульху хайр» сказал. Обернулось так, что многобожники сами отказались от этих условий, потому что они во вред им пришли. Вот точно так же. Кимбер с братом. Мы знаем, помните хадис, когда Пророк Салава Афсалям услышал громкие голоса в мечети и вышел, что такое. И когда один из подвижников просил другого, чтобы он ему должен был определенную сумму денег, сказал, поменьше, можно я тебе отдам и тему закрою? Ну, грубо говоря, должен ему 100 долларов, можно я тебе 80 отдам или 50 отдам, и все, ничего тебе должен, больше не могу и так далее. А тот сказал, «Нет, Аллах» и так далее, и тому подобное. И Пророк Салава Афсалям сказал, «Согласись на это условие». И тот согласился сразу. И вы там хайр. «Аллах алим, вот тебе человек, брат, должен какую-то иную сумму денег, а ты стоишь, нет, вот все, до копейки мне отдай. Хорошо, он тебе отдаст до копейки» и так далее, и тому подобное. «Аллах алим, может, и Аллах барракад не даст в этих деньгах». И испытает тебя чем-то, что ты всю эту сумму, которую он тебе отдал, долг на что-то потрачен, на болезнь и так далее, и тому подобное. Сколько сейчас братьев рассказывали, что когда коронавирус был, лекарство, которое стоило 3 рубля, платили за него 3000 рублей. Не было такого? А может быть так, что да, согласись, брат, ладно, полдолга я тебя просил, отдай половину, и тема закрыта. И Аллах, спонталя, сделает это причиной такого добра, что Аллах тебе потом даст тебе резко оттуда, откуда ты не ждешь. И поэтому, шейх Маам, то чтобы это не дошло до суда. Почему? Даже шариатского суда. Потому что стараться надо примириться с припирающимся сторонам до суда. Почему? Потому что если ты даже в суд придешь, и суд вынесет, например, решение, не в пользу одного из них, возненавидишь судью, возненавидишь своего оппонента, возненавидишь свидетелей. Так или не так? Поэтому лучше прийти, ассуль гухайр, договориться до того, как все это прошло. Благодаря, калава фикум. Поэтому не смотри на свои эмоции, а смотри на то, что обещает тебе Всевышний Аллах, спонталя, и не доводи до суда судебного, разбирайся, и прийти, постарайся к мирному решению. Когда это бывает, вот две машины стукнулись на плей и так далее. Зачем это до суда, до этого доводить? Прямо там на месте разберитесь, и тема закрыта. Благодаря, калава фикум. Имам Багу говорит, то есть то, что женщина останется с мужем своим, после того, как он даст ей право выбора. При том, что она откажется от часть своих прав, будь это деление на чей, лишь и расход, лучше, чем они разведутся. Правильно или нет? Вот, Субханал, извините меня, это какая, ну и как помягче сказать, неразумная женщина, которая говорит мужу, из-за того, что он женился, разведись тогда со мной. Разведись тогда со мной. Ну, а что от того, что ты разведешься, ты лучше заживешь? При том, что ты еще разводишься и с детьми всегда остаешься, ты лучше заживешь? Спроси у тех сестер, которые до этого поступили таким же образом. И разве у нас сколько случаев нет, когда женщина с многими детьми говорит мужу, разведись со мной тогда, потом разве она так и так сама второй, третий, четвертый не выходит? И при том, что муж потом недели ночи нормально и нормально ее не содержит, говорит, не мои дети, я их вообще не хочу содержать. Пусть их отец содержит. А тебя я так взял, скажи мне спасибо и руку, и ногу мне поцелуй, я к тебе раз в неделю буду заскакивать, когда у меня будет время. Разве эти женщины в такой ситуации не оказываются? Так и оказывается. Или она замужем, ну да, муж-то уженился, но у тебя есть дом, он тебя кормит, он тебя поет, тебе никуда на работу ходить не надо, а когда ты остаешься одна, тебе надо на работу устраиваться, потому что детей надо кормить и так далее. Уасуль Гухаир, Аллах сказал, что это лучше, да, это неприятно, может быть, я с этим согласен, никто с этим говорит, но когда ты останешься одно, будет в тысячи раз неприятнее. Или у тебя дело принципа, да, если дело принципа, если ты такая безмозглая, ты про детей-то подумай, ты лишаешь их отца, ты потерпи хотя бы ради детей. И вот об этом говорит имам Багави, дальше Всевышний Аллах говорит, в этом ты видишь красоту Курана, когда Всевышний Аллах сказал, примирение лучше, тут же Всевышний Алл сказал, душам свойственна скупость, то есть как будто кто-то скажет, ты приходишь к женщине, вам лучше помириться, нет, как это мои права, Аллах сказал тут же, потому что Аллах знал, что ты так скажешь, а как же мои права, и душам свойственна скупость, имам Багави говорит, имам Багави говорит, каждый из мужа и жены скупой к своим правам в отношении другого. И имам Багави говорит, что это самый худший, самый худший вид жадности. То есть никогда ты желаешь, вот есть жадность, это когда что-то у тебя есть, ты не хочешь другому отдавать, это как называется бухль, а шух это когда ты, у тебя даже этого нету, но ты не желаешь это другому, как говорят же, ни себе, ни людям, вот ни себе, ни людям, это что? Шух. И Аллах сказал, что свойственно людям, вот это шух, такой самый худший вид жадности. То есть как будто бы, муфастеры говорят про этот аят, как будто бы Всевышний Аллах говорит нам, оставьте эту скупость, которая свойственна вашим душам, и стремитесь к добру и примирению в мирных решениях. Поэтому в этом аяте побуждение каждой из припирающихся сторон идти на уступки ради примирения, это обязательно приведет к добру, в чем бы ни были эти припирательства. Как часто было так, я, братья, вам из своей жизненной практики говорю, потому что люди там немного с вопросами обращаются. Женщина, две семьи. В одной семье, Барак Лауфеку, муж женился на второй жене. И она закатила истерику, и так далее, и там подобное, дай мне развод, я не буду жить, и так далее. Потом развелась, осталась с тремя детьми, потом вышла, как говорится, четвертой женой за кого-то, при том, что тут ночи не делят, детей не содержат, ей еще на работу надо уходить, и она только и делает, что плачет, и плачет, и плачет, и плачет. Другая же, муж женился на молодой, и так далее, и там подобное, и пришел, говорит, я хочу быть с молодой, лучше, позволь мне, и так далее, но проблем нет. Самое главное, чтобы ты был счастлив. Проходит неделя, вторая, месяц, здоровый, с этой молодой, восходится и возвращается к этой, говорит, какой я был дурак, я вообще, оказывается, тебя не ценил, вещи познаются в сравнении. И еще больше начинает любить свою жену. Или даже с той молодой не разводится, но еще больше начинает любить отцу и жену, потому что человек же, когда к хорошему привыкает, то есть, что бы хорошее не было, человек же к нему привыкает, а когда к чему-то привыкает, для него это становится обыденным. Человек ездит в барах на самом роскошном автомобиле. Он день едет, два, месяц, второй, и все для него, это становится обычным транспортом. Машина, 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 машина. А потом, один раз он куда-то выехал, за границу, человек ездит на Роллс-Ройсе, допустим, неделя, две, месяц, второй для него стал, машина, машина. Также ее надо заправлять, масло в ней менять, колодки надо и так далее, а при этом еще так дорого все стоит, вот эти вот расходники. А потом выехал куда-то за границу. Выехал за границу, решил аренду машину себе снять. А машина самая навороченная, это 82-го года, у которой, как говорится, половина двигателя работает, половина нет, но других нету машин. Вот нету, а ему в аренду. И вот он поездил на этой, и когда возвращается домой, он не к жене заходит, ее целует, а машину свою целует. Как я тебя люблю, кажется, какая ты у меня хорошая и так далее. Ну так, это не живой предмет. А что сказать про живую женщину, бараклауфикум? Валлахи, братья, ассульхухаир. Примирение, в этом примирении только важно, только добро. Очень часто бывает, бараклауфикум, опять же, взять сестер, например, у которых многие дети и так далее. Многие сестры, у которых двое-трое детей, удивительное их положение, они пытаются выйти замуж, знаете, на правах, как будто она девственница, еще на всю голову красивая, еще на всю голову богатая, а еще из почетного рода, княжна какая-то, так себя ведет. Субханал, немножко ты, вот немножко, как говорится, с небес спустись. Ты в таком положении, ты была замуж, у тебя пятеро-шестеро детей, тебе надо выйти замуж, тебе надо детей вырастить. Да соглашайся, хоть на какие условия. Неужели ты хочешь выходить на работу, когда ты на работу, хочешь унижения, правильно или нет? Тебя, потому что многие сестры, как говорят, разведись со мной, мужу говорить, если ты женишься на этой. Хорошо, она развелась, а потом выходит на работу. И начальник, мужик, командует ею, приказывает, ей запрещает, унижает, обзывает, то, что муж ее с ней никогда не позволял себе. Так или не так? И она ничего не может сделать, потому что ей надо детей кормить. И поэтому, когда ты оказался в таком положении, ты не ставь, что мне то надо такое условие, такое условие, такое условие. Если ты о себе не беспокоишься, то беспокойся о детей. Этот мужчина тебя приютит, грубо говоря, к себе, даже если он тебе меньше на чьи делеть будет и так далее и так подобное. Ассуль Гухайр, приди к этому примирению, к этому мирному решению и согласись на те условия, на которые он согласен, нежели ты останешься одна с кучей детей и так далее и так подобное. И подобных примеров можно брать и миллионы, и миллионы, и миллионы привести. И я знаю, что большинство нас, мусульман, сейчас мы молодые, слушаем это видео, сейчас куча эмоций, и я уверен, что если это видео выложат в интернет, будет куча поношений в комментариях, ахамдуляй, комментарии не читай и так далее. Ну, когда вы постареете, пройдет 20-30 лет, вы скажете, один раз вот этот вот Ренат говорил такие вещи, какие он умные вещи говорил. А мы тогда этого не понимали. Недавно мне один брат рассказывает, со мной связались братья из Соединенных Штатов и сказали, говорит, однажды, говорит, это примерно 15 лет назад было, мы, говорит, позвонили Ренату и сказали, брат, мы в Америке, туда-сюда и так далее и так подобное. Ренат говорит, вы что там делаете? А говорит, а что он делал? Езжайте, куда езжать? Да хоть в Пакистан езжайте, куда езжайте, ну, жить среди мусульман. Хоть в африканскую страну. Да, мы, говорит, ты что туда-сюда, Ренат попутал, моросит, вот так сказать. Валай говорит, прошло 15 лет, я, говорит, хочу Рената встретить тебя, поблагодарить. Как ты был прав, говорит. А я это почувствовал, когда мои дети выросли. Мои дети не мне принадлежат. Мои дети принадлежат, говорит, правительству Соединенных Штатов Америки. Полностью. И он попытался уехать, этот парень из Америки. Увернулся к себе в государство, жена взяла его детей и уехала в Америку жить. Оставив религию и все, и так далее, и так далее, и так далее. То есть до него через 15 лет дошли мои слова, при том, что я тогда был совсем молодой, и так далее, и так далее, и так далее. Но я ему все, что сказал, слова ученых, ни больше, ни меньше. Вот точно так же сейчас, когда я вам про это вещи говорю, да, многие сестры молодые, эмоциональные, туда-сюда, и так далее. Не, не, живите, живите, живите одни, с кучей детей, устройтесь на работу, и так далее. Пройдет 20-30 лет, вы вспомните про то, что вам говорили ученые. Это же не мои слова, это же вот же слова же имама Багу. Имам Багу Ибар Кауфикум тысяч 100 лет назад жил. Я вам его слова читаю. Слова современных ученых, шлиф Мухаммад и Насал, и других улама Багуфикум. Поэтому в этом указании, что согласиться на примирение, нелегкая задача для души, правильно или нет? Вот и раталин афус ушел. Я знаю, это сложно, это тяжело. Однако тот, кто верит в Аллаха, и в то, что он обещает, тому будет легко. Аллах сказал, тебе кажется, это тяжело, ну ты уповай на все ученые. Почему? Потому что я верю, Аллах сказал, в этом добро, значит, это добро обернется. И верит в то, что решение мирное лучше Багуфикум. Также в этом аяте побуждение каждой из припирающихся сторон идти на уступки ради примирения. И это обязательно приведет к добру, как на это указывает Багуфикум. 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 Всевышний Аллах говорит, воинтохсину, то есть после того, как сказал, во сульху хаир, примирение лучше всего, и напомнил нам, что во ордарят аль-Амфус ушух, и душам свойственна скупость. Но ты вспомни сначала, что, что сульху хаир, и дальше Всевышний Аллах говорит, поэтому воинтохсину, если вы будете добродетельны, а и туслиху, то есть пойдете на мирное решение примирения, или будете выполнять то, что вам приказано туслиху, или откажетесь от части своих прав в качестве примирения, вот от такого, и будете бояться. Вот от такого мы говорили, Аллах, если не упоминает, что от такого, чего бояться, охватывает все, что нужно бояться. И поэтому тут, как говорят ученые, если вы проявите добродетель, то есть отказавшись от части прав, вататтаку будете бояться, то есть когда другая сторона отказался от части прав, ты бойся Всевышнего Аллаха, и не занимайся несправедливостью, то есть жена да отказался от части своих прав, но это не значит, что ты теперь должен заниматься беспределом. Поэтому имам Бхага говорит, вататтаку аль-джаура, то есть будете бояться несправедливости, то есть сторониться всего того, что вам запрещено, имам Бхарак Аллафикум, шейх Махаммад ибн Аусаллах говорит по поводу этих слов, вататтаку, алихсану якуну феябадатилля, слово ваинтухсину, правят и добродетели, бывает как в поклонении Аллаху, ваякуну феябадатилля, также ихсан бывает о чем? В отношениях с созданиями Всевышнего Аллаха, ячму, а вот что касается первого, ихсана в поклонении, то об этом сказано в словах правокуса, ихсан в поклонении, поклоняться Аллаху так, как будто бы ты его видишь, даже если ты не можешь так представить, что ты его видишь, знай, что он тебя видит, Газель Ихсана. Это Ихсан, но Ихсан в чем поклонение? Что касается Ихсана, проявления добродетеля к отношению со зданием, «Тот, кто хочет быть спасенным, отдаленным от огня и введенным в рай, пусть встретит свою смерть с верой в Аллах и судный день, и пусть с людьми поступает так, как хочет, чтобы люди поступали с ними». Вот это смысл какой? Если вы проявите добродетель, то есть будете поступать с людьми так, как вы хотите, чтобы люди с вами поступали. То есть ты со своей женой, даже если к какому-то договору приведешь, ты представь, что твоя жена – это твоя дочка, ее зять будет вот так с ней отношения строить. Тебе так хотелось или нет? Вот это смысл чего? Вот это такое, будете бояться. То есть сказано, что это обращение к мужу и жене, то есть обращение к мужьям, что вы будете хорошо относиться к вашим женам, несмотря на то, что они вам неприятны, то есть это старая жена, и будете сторониться несправедливого отношения к ним. Ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете и воздаст вам за ваши дела. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok